Оношение эффективности работы с обращениями граждан на таком уровне прошло впервые. В принципиальном разговоре приняли участие все высшие должностные лица, члены правительства, руководители СМИ. Говоря об актуальности тем, Александр Лукашенко отметил, для системы власти важно совершенствовать канал обратной связи по наиболее острым проблемам, волнующим людей. Президент добавил, во время его рабочих поездок по регионам, общение с людьми позволяет судить об отношении органов власти к нуждам простых людей. Особое внимание президент обратил на бюрократизм. Подробнее Ольга Долгая. Бюрократический аппарат существует в любой стране мира. И хотелось бы, чтобы это был отлаженный, четко работающий механизм. Если это так, то граждане, обращаясь за поддержкой или с просьбой, будут обязательно услышаны. И тем самым доверие к власти будет только расти. В этом году по поручению главы государства администрация президента провела мониторинг работы государственных органов с обращениями граждан. По итогам акции президент был вынужден говорить о повышении эффективности такой работы. Если Беларусь это государство для народа, то решение житейских проблем не менее важно, как и показатели ВВП. Как только мы где-то упускаем из виду эту проблему, она обостряет и портит жизнь многим людям. Времени и сил на устранение его проявлений потребуется много. Но уже сегодня видно, что результаты этой работы находят широкий общественный отклик, который свидетельствует о своевременности предпринятых нами шагов. Это касается буквально всего спектра вопросов. От социальной поддержки семьи до проблем образования и здравоохранения. Зачастую эти вопросы не требуют значительных финансовых расходов. Нужно только одно – внимание к человеку и желание помочь ему. А на практике этого не достает. Александр Лукашенко знает факты, когда человека гоняют по большому кругу инстанций, отделываются отписками. И сегодня президент был вынужден лично выслушать несколько проблем. Люди пришли в общественную приемную президента, потому что больше нигде и никто им не помог. Нами, сельчанами, в этом году был выращен очень хороший урожай зерновых. Однако нам руководитель СПК «Новая гвардия» Брасловского района товарищ Ракин Владимир Станиславович не дал вовремя убрать хлеб. Комбайн был выделен, когда хлеб влос в землю и нечего было убирать. Поэтому мы остались без единого зернышка. Значит, Зенон Кузьмич, вопрос возьмите на контроль. Если подтвердиться хоть по одной усадьбе, если без основания это сделали, может быть, причины какие-то там были у этого руководителя. Если нет, вот они говорят о том, что руководитель СПК не отозвался, потом обращались в районный исполнительный комитет, ноль внимания. Если это так, всех снят с работы. Срок неделя. У нас дом находится в аварийном состоянии. Трубы гнилые в квартирах, балконы. Еще у нас один вопрос. У нас на первом этаже нашего дома находится бесхозный магазин. Он относится к лимовскому ликероводочному заводу. Там собираются бомжи. Почему люди с этими вопросами едут ко мне? Вот в чем вопрос. Это более глубинный для меня вопрос. Это же ваш вопрос, там даже не ваш, а райисполкома. Людей на месте. Ну почему вот такая черствость в отношении к людям? Ну неужели такая проблема элементарно хотя бы чуть-чуть поможет? Люди же не требуют переселить их в хорошее жилье или еще что-то. Ну элементарное решить. Садитесь. До конца недели доложите? Мы заранее вам благодарны. Почти все проблемы, с которыми люди приехали к президенту, можно было устранить на месте. Не получилось. Соответственно, в администрацию президента в этом году поступило на 15% жалоб больше. Кто из чиновников черства и что делать, показал мониторинг. Мониторинг работы с людьми воспринят как ядерный взрыв, чтобы вы это знали. Люди просто вздохнули. Ну наконец-то власть увидела их чаяние и нужды. Ежегодно около 1 миллиона граждан обращаются в органы власти с замечаниями, жалобами и просьбами. Глава администрации президента Владимир Макей озвучил красноречивую цифру. 80% вопросов, заданных гражданами в ходе мониторинга, были в компетенции местных органов. Но эти чиновники, существующие, кажутся с одной целью самовоспроизводства, хронически устраняются от граждан. Для многих руководителей просьбы и обращения рядовых граждан выглядят мелкими и ничтожными на фоне, как им думается, спускаемых сверху глобальных задач по поднятию экономики, повышению полового внутреннего продукта и так далее. В результате гражданам ничего иного не остается, как действовать по принципу спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Вывод главы администрации – правовая база есть, кстати, одна из лучших среди соседних стран. В парламенте к тому же готовится проект еще одного закона об обращениях граждан. Остается только… Чтобы каждый руководитель чувствовал неотвратимость наказания за фактор равнодушия к нуждам и запросам граждан. Ответственность будет ужесточена, а качество работы с гражданами станет определяющим фактором при проведении аттестации должностных лиц. Упущение в этой деятельности послужит барьером для продвижения по служебной лестнице. Произойдет и кадровое укрепление этого направления в деятельности в администрации президента. Понятно, что не все жалобы отражают проблематику нашей жизни. И нужно точно разделять, где наболело, а где челобитное по случаю. Отвечаю четко и понятно или ориентирую вас, как разговаривать с людьми, когда человек к тебе обращается. Вы прямо, это я публично говорю сегодня, это услышит каждый человек, как бы это ни было, популярно или не популярно. Пришел к вам человек, просит вас покрасить туалет или забор возле дома. До свидания, 20 секунд, и его у вас быть не должно. Заборы красить и туалеты должны люди сами. Сами, за исключением вашей инициативы, если человек не может. А это надо сделать. Но если человек пришел и говорит, завтра балкон в городе обвалится на головы людей, это немедленно надо вызывать МЧС и реагировать на это. Да этого и быть не должно. Соответствующие структуры это должны видеть сами. Если человек в многоквартирном доме пришел и говорит, что затекает дом, крыша протекает, он сам это не сделает, он на 30 метров высоты не полезет, его пускать туда не надо. Это не его даже функция. Там надо немедленно все сделать, потому что в этом доме живут не просто люди, там живут еще и маленькие дети. Представьте, это ваши дети, они ложатся спать, а во время сильного дождя на голову капает. Поэтому немедленно надо это сделать. Я еще раз вам повторяю по ЖКХ. Ваша ответственность. Это то, что не могут сделать люди сами. Чиновник, независимо от ранга, должен и встречаться с людьми. Президент считает это непреложной обязанностью всех присутствующих в зале. Заставьте всех идти к народу и решить хотя бы по одному вопросу. И вы снимете проблему. Зачем вам эти чиновники, если они не идут к людям? Хватит шутить. А то мы пускаем пыль в глаза и все едем на уборку. Да не надо всем на уборку. Сегодня уже есть кому убирать там. Займитесь лучше людьми. А если едете на уборку, не проезжайте мимо деревни. Остановитесь в этой деревне. Подойдите к людям. Или заранее повестите, что туда приедете. Спросите у людей, какие у вас проблемы. И обязательно потребуйте с председателями сельских советов, директоров предприятий, чтобы они все проблемы решили к вашему приезду. Я там работал внизу и знаю, что это элементарные вопросы. И тот, у кого есть совесть, кто хочет решить, он решит эти проблемы. Что же волнует людей больше всего, знает главный контролер Зенон Ломать. В его списке и качество дорог, и оснащение аптеками, агрогородков и состояние жилищного фонда. Вот что он предлагает. Допустим, за нарушение срока рассмотрения, замечания, за формализм, выговор, при повторном нарушении, освобождение от должности. Руководители госорганов, а также государственные организации обязаны не реже одного раза квартал проводить промыть телефонные линии с населением. Если это направление будет четко скоординировано по стране, сегодня этого нет. И мы системно дойдем до каждого региона, района и города, уверен, поток жалоб и обращений граждан значительно умельчится. Ибо тот, кто проводит промыть линию, обязан обеспечить и контроль за реализацией обращения. А с другой стороны, будет лучше владеть ситуацией и быстрее наведет порядок курируемой отрасли и не только. Все, что предложил Ломыц, должно быть реализовано до начала будущего года, Владимир Владимирович. В рейтинге проблем лидируют жалобы на работу организации жилищно-коммунального хозяйства. Подавляющее большинство людей возмущены безответственностью, расхлябанностью и неисполнительностью работников ЖКХ. Уже меньше нареканий на качество строительства жилья. Возможно, стало лучше после введения европейских стандартов в строительстве. Плюс на сайте министерства появился виртуальный чиновник. На сайте Минархитектуры ведется рубрика «Интернет-приемная». Это сегодня зарекомендовало себя очень хорошим показательным результатом. Данный раздел сайта является дополнительным способом обращения граждан к руководству министерства. Обращения, поступившие через интернет-приемную, рассматриваются в срок, установленный законодательством 14 дней. Заявитель имеет возможность ознакомиться на сайте с текущим состоянием своего обращения. Кстати, анализ обращений граждан дает хорошие ориентиры и на будущее. Александр Лукашенко имеет в виду то, что мнение людей надо учитывать всегда. Элементарный, но вечный вопрос мы сегодня рассматриваем. Элементарный, но вечный. Но он должен, как вечный вопрос, в начале будущей пятилетки исчезнуть вообще. Идите к людям. Это главный критерий вашей государственности и преданности, если хотите, президенту. Идите к людям. И 1 января, чтобы вы были спокойны, и я был спокоен. Чтобы люди сказали, что после сегодняшней головомойки все чиновничество повернуло с лицом к людям. За каждым таким обращением стоят люди. Это их предложения, жалобы. Они просят поддержки. И мы не можем не отреагировать на это. Мы не можем сказать, что люди плохие. Может они и плохие. Но другого у нас народа нет. Это они нас посадили в эти кресла. И сказали, ведите страну и решайте мои вопросы, народные вопросы. Народа, другого нет народа. С таким народом надо или работать, или уходить из власти. Альтернатива же есть. Но если во власти, работай с людьми. Александр Лукашенко считает, что процесс мониторинга обращений граждан должен идти ежегодно. Иначе трудно определить чиновника, который действует исключительно в своих интересах. Мы говорим все о правах граждан, о правах личности, о правах человека. Талдычат мне внутри страны так называемая оппозиция. Мы говорим судьи, центры сберком, западники. Но самое великое право человека, это когда мы будем решать вот эти вопросы. Неужели непонятно, что бюрократизм подрывает доверие людей к власти? Вы меня просто в жуткое положение ставите. Вы понимаете? Я или должен вас заставить работать, или спросить у вас по-хорошему, хотите работать дальше, давайте будем работать. Или, чтобы завтра не смели всех вас заменить. Но другого же нет, вы же такие же руководители, как я. Зачем вы меня перед этим выбором ставите? Предполагается, что это совещание станет отправной точкой по повышению эффективности деятельности власти. Открытость и доступность, вот ключевые слова. Каждый, приходящий во власть, должен уметь разговаривать с людьми и даже не только вести с ними диалог, но и спорить с большими коллективами и доказывать, что он представитель нормальной власти, хотя бы себя уметь защитить. Хватит прятаться в кабинетах. Идите к людям. Все. Население должно участвовать в реализации проектов. С ними надо обсуждать вопросы. С человеком надо разговаривать, и это 50% снимет любую проблему. Губернаторы, должностные власти, члены правительства должны регулярно встречаться с журналистами, в присутствии, может быть, даже населения, проводя пресс-конференции, отвечая на вопросы. По убеждению Александра Лукашенко, не должны отмахиваться от житейских проблем граждан страны ни депутаты, ни общественные организации, ни правоохранительные органы. И эта работа не должна быть второстепенной. Работа с обращениями граждан не только и не столько связана с документами. Это в первую очередь работа с людьми, которая в определенном смысле приобретает политический статус. Поэтому она требует особого внимания и системного подхода учета всех факторов жизни общества. Мы не собираемся встроить в государство жалобщиков и иждивенцев, культивировать атмосферу доносов, нечистоплотных разборок, окаивания анонимщиками людей из-за каких-то шкурных личных интересов. Тут позиция должна быть принципиальной. Надо отделять зерна правды от плевел клеветы. Глубоко вникать в каждую ситуацию, видеть причины и побудительные мотивы каждого конкретного обращения. И ни в коем случае не подходить агулам бездубно принимать решения, ведь за каждым обращением людские судьбы, ломать которые никому не позволено. И не думайте, что сегодняшнее мероприятие мы провели, потому что завтра президентские выборы. Отнюдь нет. Оно абсолютно по своему содержанию и по форме, как вы поняли, не соответствует президентским выборам. Мне это абсолютно не надо. Я не собираюсь заискивать перед людьми и пиарить на этой теме. Я еще раз подчеркиваю, это важное совещание своими результатами обращено в завтрашний день. Это наиважнейшая работа и задача каждого. Продолжение следует...